Мы поедем сейчас в торговый центр в самый большой детский мир. Я там еще ни разу не была, так что посмотрим как там и что выглядит. Может быть увидим что-нибудь новое и интересное. Там должен быть большой ассортимент товаров, так что посмотрим. Я сюда повесила сумку свою, укрыла пледиком Луи. Сейчас к нам приедет уже такси, поэтому пойдем. Итак, мы уже приехали в детский мир. Он реально большой. Его здесь два этажа. На первом этаже мы посмотрели игрушки, но так как игрушки мне не нужны, я не стала там долго ходить. Я сразу же поднялась на второй этаж, где одежда и аксессуары для малышей. Также я нашла здесь фирму Twist Shake. Я давно хотела посмотреть на них бутылочки вживую, но честно меня они не очень впечатлили. Раньше я как-то больше была их фанатом, нежели чем сейчас. Получается здесь в комплекте идет контейнер для смеси и сама бутылочка. И кстати, я здесь нашла фирму Munchkin. Эта фирма очень популярная за границей и я хочу что-нибудь взять от этой фирмы. Именно поэтому я выбрала этот детский мир, чтобы здесь что-то найти. И пока что здесь небольшой ассортимент. Я нашла вот такой паильник. Я сейчас перебралась на немножко другую сторону. И вот этот набор стоит 909 рублей. И цены не сильно отличаются от Палбереса. Также тут есть фирма Babygo. Я решила взять такой вот дирогатель для пустышки и еще я взяла пустышки и бутылочки. Еще пока что смотрим, забираем. Может что-нибудь еще мне понравится. И так, ребята, мы зашли в отдел с одеждой. Я смотрю вот такие вот слипики. Здесь очень сильно все напихано. Я могу ничего посмотреть. Есть ботики с мишками, но кажется, я хочу слипик. Это новая коллекция и скидок на них пока что нет. Итак, ребята, мы зашли в отдел для девочек. И здесь такие милые комплектики на выписку. Правда, я не нашла 50-й размер, только 56-й. Вот такой вот комплект у нас есть дома. Я покупала его девочке недавно. И также есть вот такие вот слипики, но мне ничего особо не припределилось. Также тут есть комбинезоны по скидкам и много размеров, но я решила пока что не брать. Зимняя коллекция здесь есть. Еще даже не по скидкам. Так бы я подумала бы что-нибудь взять. Также вот такие вот всякие появились интересные костюльчики. Но мне пока не очень нравится цвет, поэтому я, наверное, брать такое не буду. Сейчас нашла такой классный зимний комбез, но размеров нет, к сожалению. Только 80-й и он стоит всего лишь 900 рублей. Ребята, посмотрите, какие здесь есть тарелочки и ложечки комплекта. Все такое маленькое и миленькое. Но у нас есть тарелочка-сорочка силиконовая из Кехланда, поэтому я брать не буду. Вот так вот лежит Луи, очень миленько. Вот такой вот здесь большой ассортимент. Много чего есть. И много сейчас что по скидкам идет. Но у меня вроде бы уже все есть, все необходимое, поэтому я много лишнего брать не хочу. Так что мы сейчас с ними пофотографируемся. И вот такой вот комплект вещей я взяла. Ребята, посмотрите, сколько тут колясок. Их здесь три льда. Здесь очень много разных подгузников разных фирм. Я взяла пеленки одноразовые. И снова сейчас ходим в отделе с колясками. Здесь я нашла вот такую коляску синюю. Прикольная, у меня ручка полностью складывается. Но это все тяжелое. Сдай по себе. Вот такие здесь есть коляски. И вот такие вот, кстати. Я не поняла, почему я эти крючки взяла. И, наверное, чтобы проход был побольше. Спасибо за ваше участие. Моя коляска меньше всех этих, которые тут стоят. Кстати, мне приглянулась вот эта коляска от Хэппи Бэйби. У нас была черная. Момер ПРО. А это обычная Момер. Ну что ж, ребята, мы уже вышли из магазина. Сделали кучу покупочек. Огромный у нас пакет. Ждем такси. Уже едем домой. У меня сидит сзади. Я приехала домой. У таксиста из пальца пошла кровь. И он мне запачкал капюшон коляски. Я приехала и сразу закинула его в стирку. Боже. Сейчас я пойду в Валдерис. Мне нужно забрать зарядку для моего фотика, потому что я ее потеряла. Не могу найти нигде. И также зайду в магазин. И после этого покажу вам наши покупки. И сейчас я буду мыть коляску. И вот у меня стирается там капюшон от коляски. И так. Я уже выстирала и высушила капюшон. Он отстирался. Все. Ни единого пятнышка нет. Так что все. Колясочка у нас чистенькая. Колесики помыла тоже. Так что не такая уж эта и простая коляска с грязными колесами. Тоже никто вас садить не захочет в такси. Вот что я поняла. Либо нужно иметь какой-то защитный пакет, в который будет вся грязь вот эта вот скапливаться, чтобы не пачкать салон в машине. Хотя, когда я ездила с коляской Baby Zen, там вообще шасси складывается. Я оставила его к себе под ноги. Мне кажется, я там намного больше пачкала в салон, но таксист не видел и ничего не мог сказать просто. Вот. Вот такой вот у меня огромный пакет получился из детского мира. Сейчас я вам все покажу, что я взяла. Вот что у меня получилось. Я взяла раз, два, три, четыре. Четыре слипа и одно боди. Там действительно много всего, но магазин достаточно старый, так что у меня не было там такого впечатления, что я хожу по какому-то крутому месту. Это старый детский мир, и поэтому он такой большой получился. Вот. Я взяла вот такой вот слип на 56 для Луи. На 50 не стала брать. Вот. Чтоб он ему посвободнее был. Дальше взяла вот такой вот боди для Евочки на 68 сантиметров. Он был, видите, по скидке. Почти последний оставался. Дальше взяла вот такой вот слип. Взяла вот такой слип уже для куколок на продажу, скорее всего, потому что у меня нет куколок. В общем, такого роста Бонни он будет большой. Далее вот такой слип. Тоже для куколок на продажу, тоже все по скидке на рост 50. Но, как я уже сказала, Бонни будет большое. Вот этот, возможно, ей подойдет. Вот такой ценник. Видите, недорого все. Сейчас скидки начались, и поэтому я набрала слипиков для куколок на продажу. Тем более, они у меня все небольшого размера. Поэтому я считаю, что недорого это вышло все. Чем, например, на том же самом Валберисе заказывать. Там вы не найдете слипиков, блин, за 350 рублей такого качества хорошего. Дальше я купила бутылочку одну. Я сейчас буду делать реборную, и, скорее всего, эта бутылочка поедет с ним. И также пустышечка. Вот пустышки такие вот прикольные. Сейчас вообще детский мир. Начали делать хорошие вещи. Мне прям стало нравиться у них покупать. Не сильно ляпистые. Как по мне, взяла вот такую вот штучку. Это держатель для пустышки. Хочу луи пристегнуть ее. Тут не цепочка, а ленточка. И эта ленточка не тянет пустышку вниз от своего веса. Вот и пустышку не потеряете. В общем, прикольно. Там много разных. Они стоили все по 95 рублей. Я взяла вот с таким медвежонком. Пустышки тоже по 80 с чем-то. И бутылочка 160 где-то. Также взяла вот такой паильник. Он без скидки стоил 800 с чем-то. Я взяла его за 700. Я рассказываю вам по ценам. Для тех, кто тоже может захочет приобрести что-то. Я вот эту фирму очень давно знаю. Но ничего не покупала от нее. Вот. И тут в детском мире увидела эту фирму. И, конечно же, я решила взять что-нибудь. И я очень хотела этот паильник только в розовом цвете. Но я посмотрела на зеленый. И он мне тоже понравился. Фирма Манчкин. Я хочу от этой фирмы еще взять тарелочку и ложечку. Вот. Что мне больше всего понравилось. Чего я не ожидала увидеть. Это то, что вот эта вот часть. Сама сосочка. Она силиконовая. Вообще классно. Здесь вот две дырочки. Нужно будет замазать герметиком. Ну, в общем, это бутылочка для Явусика. Одной рукой неудобно. Ну, и также взяла попкорн, влажные салфетки и пеленки одноразовые. Это для работы мне надо кукол расписывать. Я стелю пеленочку. А эти я взяла для своей собаки. Вот. И, в принципе, все. Вот такой вот офигенский слипик. Еще пустышка подходит сюда. Вообще нравится. Еще был такой в голубом цвете. Но мне почему-то вот этот больше понравился. Вот. И стоил он 700 рублей. Он еще без скидки. Вот. Поэтому, возможно, через какое-то время он будет еще и по скидке. Вот. Так что прикольненький слипик. Правда, единственное, что с размером я немножко прогадала. Видите, большеват немножко. Ну, ничего страшного. На 50 был бы прям впритык, наверное. В общем, распаковала я этот паильник и одела сюда сосочку от Томми Типпи. Она сюда подошла. Я в шоке. И убрала вот эти вот ручки. Но это я просто убрала, чтобы посмотреть, как это вообще снимается или нет. Убедиться в этом. Так что можно менять вот эти вот штуки-дрюки. Ну, прикольно. Мне нравится. Возможно, я закажу еще в розовом цвете. А так можно теперь даже и луи кормить с этой бутылочкой. Прикольно. Очень качественный пластик. Мне прям понравился. Одела обратно. В общем, вот такая вот бутылочка получилась. Прикольненькая. Не знаю, в какой раз я сказала прикольная. Ну, это действительно так. И вот эта вот соска от Томми Типпи. Ну, что ж, а на этом было все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, этот шоппинг. Спасибо всем за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok